Многие спрашивают, разве Украина это космическое государство? Я вас вкратце, друзья, просвещу, что вообще... Юж Маш, Днепропетровск. Не, я не с этого хочу начать, я хочу начать с истории. Я хочу сказать, что в значительной мере космонавтику в Советском Союзе создали именно украинцы, именно выходцы из УССР. Циолковский, ну правда, Циолковский больше поляк, конечно же, Королёв, да практически всех, кого вы не копнёте, абсолютно все выходцы оттуда. А вот многих сразу же приходят ко мне, типа, а что украинцы в космос ракеты не запускают, что они не сделали ничего? Я их отсылаю к биографиям известных людей, которые продвигали космонавтику, вообще которые создали космонавтику в СССР. И потом эти люди ко мне не возвращаются. Почему? Потому что когда они начинают читать биографии даже тех людей, которые основали в России, в самой, ну в РСФСР, основали космическую отрасль, то они все оказываются украинцы. Либо поляки, либо украинцы. Кстати, Королёву большое спасибо. В то время, как правительство, именно благодаря Королёву, Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли. Потому что в то время, как никаких директив не поступало, Королёв на свой страх и риск отдал команду. Ой, сколько им палки в колени ставили. И Королёву, и остальным, и Сталин. Сколько он загубил все-таки вот этих талантливых людей, из-за которых, в принципе, могли бы еще и дальше в космонавтике уйти. Еще один нюанс. Спрашивают, вот в России же полно этих космических предприятий. Снова же раскрою секрет. Перед Второй мировой войной территория современной России была довольно-таки диким местом и по промышленности значительно отставала от территории УССР. По какой причине? По той причине, что в Российской империи промышленность строили в основном в Украине. Да. На территории современной Украины. Так было удобней по многим причинам. И в результате, когда наступила Вторая мировая, большинство предприятий с территории Украины эвакуировали на территорию России. И только после этого, из-за того, что переехали станки, специалисты, документы и так далее, на территории России появилось хоть что-то вменяемое, в том числе и связанное с космосом. Это, я говорю, не из-за того, что там, блин, украинцы лучше россиян или еще что-то. Это просто объективная историческая реальность. Так получилось. Так оно развивалось. И, соответственно, когда россияне спрашивают про украинский космос, ну, как минимум, возникает вопрос о вас в школе вообще там, ну, учебники есть? Или, как, я не знаю, как в Африке, там по четыре человека за партой и ничему не учат. Ну, ты сам понимаешь, в основном дети не очень любят эту тематику, поэтому... Так вот, я и возмущаюсь. Блин, космос, друзья! Будут этим интересоваться, к сожалению. Космос! Мы же... В СССР единственное, что было хорошего, это космос. Остальное все было дерьмовое. Это был тот переходничок, который должен был поставить отношения мировые на новое русло. Это была, ну, нормальная гонка, нормальная конкуренция и противостояние, которые бюджеты на благое дело расходовались. Но, к сожалению, не срослось. Ведь в России почему уже фактически нету перспектив в космосе? Потому что специалисты, как таковые, разъехались, те единственные, что остались, зачастую действуют либо на энтузиазме, либо деградировали и пригрелись на вот этих коррупционных потоках. То же самое касается и Украины. Недавно вот... Причем даже в более значительной степени. Почему? Потому что, как таковых, денег на отрасль не выделяется. Это вроде Южмаш бастовал из-за того, что полгода зарплаты не дают. Это... Невозможно. Это офигеть, как стыдно. Безусловно, Россия, когда аннексировала Крым, забрала наш вот этот центр управления полетами в Евпатории. Это плохо. Но, блин, ну, Южмаш... Проблема даже не в том, что забрала, а проблема в том, что он перестал использоваться. У нас холодный старт, же, единственный в мире. Холодный старт. Кому интересно, снова же, про украинскую космонавтику, ну, вообще, про эту всю сферу. Тут множество ссылок я оставил. В том числе, громадное количество, спектр у нас, услуг космических, ракетоносителей, которые непосредственно... Отличные украинские наработки, успешнее даже ангары. Хотя ангара, она много, конечно же, очень много выносит в космос. Ну, то есть, масштабней проект, безусловно, чем украинский. Но проект экологически чистый. Зенит, по-моему, да, экологически чистый проект. Зениты, по-моему, протоны. Не, протоны, это российские. Это самые, ну, такие, неудачные вещи. Не из-за того, что они падают неудачно, а из-за того, что, короче, вообще, не сильно хорошая штука. Ну, пожалуй, из-за того, что ракеты в космос не летают на духовных склепах. Ракеты в космос летают только на ученых. Причем ученых, не коррупционер, хотя, которые действительно хотят думать. Кому интересно узнать, вот Южмаш, продукция, например, это ракеты-носители, космические аппараты, тут список, списков кучи, агрегаты, литейное производство, кузнечное производство. Да, надо признать, что Южмаш похерился, в том числе и потому, что разорваны вот эти вот связи с Россией, так как много было коопераций. Циклон, да? Много коопераций с Россией было из-за того, что она разорвалась, но из-за войны, само собой, вся эта сфера в Украине, в том числе, похерилась. И в результате, получается, остатки советской мощи, что в Украине, что в России, добиваются, и, ну, мы придем к состоянию. Ядный пример того, что происходит, когда космическую программу, ну, курирует исключительно правительство и военных целях. Вот, да, Суть это, когда переходит режим на демократические рельсы или пытается перейти, все это загнивает с помощью, коррупции разбирается очень быстро, недостаток контроля, и, как результат, вся отрасль разрушается. Так, ну, насчет Украины вы поняли, друзья, по ссылкам вперед идем, смотрим продукцию, там дофига информации, все есть, все отлично, единственное, что государство это все похерило, ну, понятно, экономические проблемы, хотя, хотя, вот у меня спрашивали, можно ли разрешить эту проблему, какие пути, когда зарплаты будут выдавать, типа, там, по чуть-чуть их выдают, какие-то обещания есть, какие-то договоренности и проекты есть, но проблема лишь одна. Я бы сказал, проблема, как всегда, в политиках. Если политик умелый, если он хоть чуть-чуть переживает за эту сферу, то он найдет способ найти по миру способ загрузить предприятия. Несомненно, это быстро нельзя произойти, сложные технологические циклы таких предприятий, это все очень-очень трудно, но... на коммерческие рельсы поставить, контроль государства убрать и... но опять же, блин, та же самая Алькантара, вполне себе украинцы могут туда выйти и даже, ну, закрепиться. Продолжать там работать просто более качественно. Морской старт, ну, хорошо, я согласен, что реально программа может быть потеряна в какой-то мере, хотя, опять же, имеет определенные перспективы, если найти инвесторов, а инвесторов в нашем мире можно найти, особенно в современном мире. Если взять, выйти в тот же самый интернет, даже там можно найти инвесторов. Если уж Mars One ищет, то какой-то там морской старт тем более может. Безусловно, Mars One часто воспринимают очень скептически. А зря, потому что в инвесторах там очень серьезные конторы числятся. Ну да, но все же можно. Короче, если... Хорошая поговорка была когда-то, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Главное, сильно захотеть. Да. Даже Иран и КНДР полетели туда. Это проблема политическая. Проблема того, что мы все еще остаемся постсоветской страной. Вот это советское наследие, переход от одного строя к другому, это все печатает, запечатывает наши космические программы и наши космические возможности. Специалисты от нас уезжают, потому что там они заработать могут действительно много. И наша работа продолжается уже там, на Западе. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...